ее для того, чтобы стать привлекательной для окружающих людей. То есть это уже не прерогатива каких-то дворян или богатых людей. Сейчас у каждого человека есть доступ к парфюмерии, к ароматам, и даже есть такое понятие, как парфюмерный гардероб, когда мы говорим не про один, а про как минимум пять ароматов для дня и вечера, для холодного времени года и для теплого, а также по случаю для романтического свидания. То есть как минимум пять ароматов. Я знаю, что у большинства из вас, и из нас сотрудников, и из вас лидеров и консультантов, есть даже не пять, а гораздо больше, причем и у мужчин, и у женщин. Мы себя балуем, и мы поднимаем себе настроение очень часто при помощи ароматов, особенно в всех регионах, где долгие холодные зимы, очень хочется чем-то поднять себе настроение. И ароматы – это безобидно, в отличие от еды. То есть можно не злоупотреблять сладким, жирным, то, к чему у нас тянет в холодное время года. Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, короткий световой день, чтобы поднимать себе настроение вместо солнца, мы можем использовать себе на помощь силу эфирных масел, которые будут бодрить, тонизировать, поднимать настроение, и, конечно же, поднимать наш жизненный градус. За 50, более чем 50 лет существования компании, Арифлейм прекрасно знает, чего хотят женщины, чего хотят мужчины, знает все тенденции в парфюмерии в том числе, все тренды, все это очень чутко мы отслеживаем для того, чтобы предлагать в наших каталогах только самое актуальное. И когда тот или иной популярный, как нам кажется, парфюм уходит, всегда у нас остается часть людей разочарованных, расстроенных тем, что любимый продукт исчез из каталога. Здесь нужно понимать, что в парфюмерии, так же, как и, например, в декоративной косметике, есть понятие моды и тенденции. То есть если аромат выходит из моды, если на него снижается спрос, конечно же, мы заменяем его более интересным и актуальным. Иногда он уходит на время, чтобы приобрести какое-то чуть новое звучание и снова появиться свежим, обновленным, привлекательным для своих поклонников. Мы являемся лидерами парфюмерного рынка в тех странах, где представлена наша продукция. И я вам скажу даже больше. По результатам прошлого года, по закрытому прошлому году, мы по приросту в продажах парфюмерии обогнали даже таких матерых парфюмерных гигантов, которые специализируются только на парфюмерии. Мы приросли на 3,5%. Это не значит, что мы самый крупный косметический концерн, предлагающий парфюмерию. Нет. Но это значит, что наша парфюмерия востребована, чем в розничных магазинах, чем в других сетевых компаниях. То есть к нам традиционно возвращаются, приходят в качестве в поисках подарка или в поисках аромата для себя. И, конечно, праздничные каталоги – это тот момент, когда наши парфюмерные полки опустошаются, потому что это один из самых востребованных подарков. Это один из самых интересных подарков. Большинство мужчин и женщин любят выбирать парфюмерию в качестве дара для своего избранника. Ну и в качестве дара для себя самого тоже. Потому что, выбирая новый парфюм, мы ассоциируем это с началом какой-то новой страницы в своей жизни. Причем психологи заметили, что если новый парфюм выбирает женщина, это говорит о том, что она готова к большим переменам. И, возможно, за этим последует не только новый парфюм, но и новая прическа, новая работа, иногда и новый избранник. Мужчины чаще консервативные и не так склонны к измене и перемене в плане парфюмерных предпочтений. Поэтому они долго остаются привязанными к одному любимому аромату, которые они выбирают из месяца в месяц, из года в год. Поэтому чаще всего мы подбираем что-то на замену ушедшему именно для мужчин. Мы сотрудничаем с лучшими парфюмерами. Вы уже знаете их имена, и вы можете использовать вопросы в викторине для ваших консультантов персональных групп. Один из вопросов может быть, кого из парфюмеров, с которыми сотрудничает компания Airflame, вы знаете. Потому что это тоже поднимает статус нашей парфюмерии в глазах клиентов. Потому что мы сотрудничаем с лучшими, с французскими парфюмерами, которых всего в мире не более ста человек. Это потомственные парфюмеры, это мировые знаменитости. С ними сотрудничает компания Airflame. Мои любимые – это Жан-Жак, это Бернар Элина, это Фабрес Пилигрен, это Натали Лорсон. То есть это лучшие. И для меня это знак качества, когда мы сотрудничаем с такими именами. Эмили Копперман. Это говорит о том, что можно даже нюхать, не слушать аромат, не тестировать его. И он будет гарантированно востребован и очень привлекательный. И сейчас я… Это тема многих вебинаров, о которых можно говорить долго. Но сейчас я остановлюсь только на фишках, которые вы можете использовать по работе с ароматами на девичниках или мероприятиях структурных, или с приглашением новичков. Первый момент, на что стоит обратить внимание, это знакомство с ароматом. То есть как? Я даже не останавливаюсь на том, что это должны быть полновесные флаконы, не пробники. У нас пробники в нашей компании – это специфичный продукт, потому что это не стопроцентный оригинал, как это бывает в рознице, где тестер – это равно то же самое, что и оригинал, только, например, в скромной коробке и без крышки. У нас тестеры – это маленький продукт, во-первых, несколько миллилитров, а во-вторых, там нет базовых нот. Это делается для того, чтобы наш клиент мог быстро услышать аромат по ноте сердца, которая раскрывается не через 20-30 минут, как это бывает из оригинального флакона, а через 2-3 минуты. Но нельзя в нашем случае ставить знак равенства между тестером, пробничком и между оригинальным ароматом. Поэтому, учитываясь этот момент, и, конечно же, в наших мероприятиях должны быть столы, на которых представлено несколько достойных ароматов в оригинальных флаконах. Как мы с ними знакомимся? Для того, чтобы услышать много ароматов, не хватает у нас кожи на руках, куда часто наносим аромат для знакомства с ним, поэтому обязательно должны быть блоттеры. Что это такое? Как правило, во многих магазинах это полоски бумаги из плотной вощеной бумаги, которые хорошо удерживают аромат, и нужно подождать некоторое время для того, чтобы он раскрылся и заиграл на бумаге. Можно сделать первые впечатления, первые выводы, нравится ли или нет вам звучание аромата. Следующий этап, если понравилось, наносим на кожу. Здесь нюанс какой может быть, что лучше, чтобы у вас была приготовлена ручка для того, чтобы блоттеры нашим клиентам, гостям мероприятий можно было подписывать. Я неоднократно сталкивалась с тем, что, гуляя по большим торговым центрам, встречала представителей больших магазинов парфюмерных, которые знакомили меня с новинками, протягивая надушины блоттер. И бывало, что мне что-то нравилось, но, доставаясь с кармана, я не могла вспомнить несколько блоттеров, что это конкретно мне понравилось, а что нет. Поэтому если бы он был подписан, возможно, бы я даже что-то приобретала. Но так как ничего не было подписано, соответственно, вздохнув, я шла дальше, так и не узнав, не вспомнив, что за аромат произвел на меня впечатление. Поэтому если вы хотите, чтобы к вам возвращались за ароматами, подписывайте блоттеры, с которыми уходят ваши клиенты, для того, чтобы они точно помнили, как называется понравившийся аромат. Блоттеры могут быть не только в виде бумажек, они могут быть в виде салфеток. Сейчас это очень модное направление. Я знаю, что многие на своих девичнике именно так оформляют столы с ароматами, делают из салфеток красивые розы или другие цветы. Это тоже выглядит очень привлекательно. И тут уже, конечно, не забудешь, какой аромат ты унес с собой в виде розы. Но во всяком случае ты не забудешь ту компанию, где так оригинально тебя познакомили с новым парфюмерным продуктом. Это могут быть перья. И у нас в Краснодарском филиале одно время практиковали мы, приобретая большое количество перышек, особенно когда это были запуски новых ароматов, можно было вот прямо насыпать перья в вазу, цветные, красивые, и все это надушить новым парфюмом. И получается, что очень быстро и легко можно познакомить всех проходящих. С ароматом предлагаем взять перышко из вазы. Тоже очень оригинальный способ. Но и для совсем уже продвинутого уровня, возможно, для ограниченного количества людей, но для очень высокого уровня мероприятия, это могут быть живые бутоньерки. И некоторые из вас наверняка видели это перед мегафорумом. Стойка, за которой я стояла в Москве перед мегафорумом, это была стойка с новым тогда еще ароматом Экламон Парфам. И у нас были такие надушенные новым ароматом живые бутоньерки из живых цветов. Вот они примерно так выглядели, как вот эта вот бутоньерка на краю слайда. Это было очень красиво. Это можно было закрепить себе в кармашек, как-то вот на одежду. Это прекрасно пахло нашим новым ароматом Экламон Парфам. Это были живые цветы. Конечно же, это был очень высокий уровень производимого впечатления. Вот, кто-то даже нашелся, кому я это подарила. Замечательно, Людмила. Я правильно угадала, их было не так много. Но вот если вы действительно это вспоминаете, значит, действительно цель была достигнута. Это было действительно очень красиво. То есть думаем и креативим здесь. Как мы обставим красиво знакомство с нашей великолепной парфюмерией. Следующий момент. Цвет флакона. У нас широкое, такое обширное портфолио ароматов. И очень часто новичку тяжело сразу сориентироваться. Первая подсказка, которая поступает от компании, это цвет флакона и жидкости в ней. То есть если аромат светлый, прозрачный, бледно-голубой, бледно-зеленый, это говорит о том, что он холодного направления, свежий. Свежий, романтичный, легкий, цитрусово-цветочный. Если аромат в ярком флаконе бордовый, красный, черный, фиолетовый, глубокий вот такой вот цвет янтаря, это говорит о том, что это теплое направление, восточные, шипровые, древесные композиции, которые подходят для ярких, темпераментных, оставляют шлейф, прекрасно подойдут на холодное время года либо в качестве вечернего парфюма. То есть уже даже не зная названия, вот мы смотрим сейчас Дивайн, даже если новичок не знает, вот бледно-голубой для меня сразу знак, что это будет свежий аромат. И когда совсем недавно у нас Дивайн шел в качестве подарка, я читала в некоторых чатах отзывы, что вот как же так, он не стойкий. Нужно понимать, что это свежий цветочный аромат, он не может быть таким же стойким, например, как Love Potion или Enigma. И есть люди, которые имеют очень выраженный запах тела, они эмоциональны, они темпераментны, они такой легкий парфюм просто могут не услышать. Здесь все мы разные, и у нас разные пожелания, предпочтения, в том числе и в отношении ароматов. Поэтому, чтобы угадать, что надо вашему клиенту, если вы видите, что девушка, женщина, яркий макияж, яркий цвет волос, то есть она не боится привлекать к себе внимание, однозначно этой даме подойдет, аксессуары у нее все лучшее сразу. Такой даме, конечно же, подойдет восточный вариант, более выраженный, древесный, шлейфовый, с мускусом, с амброй, со специями, нежели вы предложите ей свежий фруктовый, цветочно-фруктовый или цитрусовый аромат, типа Divine или Lucy. Следующий распространенный вопрос, от чего зависит стойкость аромата. Согласитесь, что мы с этим вопросом очень часто сталкиваемся, но в отличие от косметической продукции, в упаковках с ароматами у нас нет инструкции по применению, согласитесь, да, и на первый взгляд кажется, что она не нужна, но она нужна, потому что у нас, да, хотя бы словесная инструкция, потому что у нас много вопросов у самих возникает в плане ароматов. И один из самых распространенных – это почему некоторые запахи быстро выветриваются, а другие более стойкие. Отвечаю. Первое, да, как бы, ну, это действительно камень преткновения, стойкость, и самая частая жалоба, что аромат не стойкий, например, да, самая распространенная претензия к парфюмерии. То есть людям некоторым хочется, чтобы их ароматы, духи держались как можно дольше. Но согласитесь, что вот слишком стойкий парфюм, он становится утомительным, он становится навязчивым, начинает даже раздражать и может вызвать головную боль и желание избавиться от него. Поэтому здесь тоже нужно понимать, да, чего вы хотите. Стойкость зависит от нескольких факторов. Назову три основных. Первый фактор – это концентрация ароматических веществ. То есть если мы говорим о том, что это духи, самая большая концентрация парфюмерной композиции и стойкость будет до 10 часов. Если мы говорим про парфюмерную воду, чуть меньше, да, до 4-8 часов в среднем стойкость, например, наша парфюмерная вода Giordani Gold Essenza, 8 гарантированных часов мы обещаем нашим покупателям. Для туалетной воды нормальная стойкость 2-4 часа. 2-3 часа для свежих композиций, 4-5 часов для восточных туалетных вод. То есть если к обеду вы не слышите запах любимой туалетной воды, это нормально, абсолютно нормально. Просто ее нужно обновить и к этому спокойно относиться, наслаждаться любимым парфюмом дальше. Во-вторых, стойкость аромата зависит от направления аромата. То есть не случайно, как я вам уже сказала, по цвету парфюм делится на легкие и на такие более концентрированные, более выраженные ароматы, тяжелые даже, можно сказать. Все здесь зависит от базовых нот, базовых или шлейф. Самые стойкие ароматы, в них обязательно входят такие компоненты, как мускус, амбра, сандал, пачули, кедр, древесные ноты, мхи, специи и мускус, амбра обязательно. Это, как правило, восточное направление, восточно-шипровое, древесное направление, то есть они более стойкие. Если это направления цитрусовые или фруктовые, или цветочно-фруктовые, они будут легче, потому что у них меньше фиксатора и меньше вот этих базовых нот. Ну и третий совет, если вы хотите, чтобы стойкость аромата была на уровне, на высоте, пользуйтесь всей парфюмерной линейкой. То есть таким образом аромат усиливается. То есть он останется с вами дольше, будет звучать сильнее, и стойкость тем выше аромата, чем больше продуктов этой парфюмерной серии вы используете. Об этом секрете тоже нужно говорить. Можно в контексте нового аромата Miss Giordani Intense, который представлен не один, а вместе с гелем для душа и лосьоном для тела. Не буду на нем подробно останавливаться, говорила уже о нем в презентации о новинках. Следующий очень распространенный вопрос, с которым мы сталкиваемся, как подобрать замену. Пожалуй, это самый распространенный вопрос в нашем чате Клуб знатоков продукции. Он возникает, ну, просто практически каждый день кто-то что-то просит подобрать, помочь либо подобрать похожее по звучанию на что-то из других брендов, либо наш ушедший аромат. Вот сейчас я вам расскажу алгоритм. Есть такой сайт, который называется Fragrantica. Ссылка на него сверху, вы ее видите. Там мы идем, выбираем вверху, в правом углу слово ароматы, дальше слово бренды, в брендах выбираем букву О и находим наш значок Oriflame. Перед нами открываются все ароматы, когда-либо созданные в нашей компании. Кликнув на каждый, можно увидеть, из каких нот он состоял, когда он был выпущен, кем, кто парфюмер. И даже есть вот такая важная информация. Ссылка, посмотрите, вот она, www.fragrantica.ru. Но даже если вы просто в поисковике забьете слово «фрагрантика», оно обязательно, как бы, ну, вы увидите. Ну, я могу попробовать скопировать сейчас ее у себя на слайде, и вам в чат ее, так, да, вот таким образом. Очень ценная информация здесь тем, что видно, во-первых, основные аккорды, то, что аромат, ароматический, цитрусовый. Например, да, «Митсамер» – один из распространенных мужских парфюмов наших, который ушел некоторое время назад, но был востребован и любим нашими мужчинами, нашими клиентами и лидерами. Как подобрать замену? Смотрим на основные направления. Он относится к категории «Ароматические», «Цитрусовые», «Древесные», «Морские», «Теплый», «Пряный». Дальше в виде картинок перечислено, что входит в состав этого аромата. И рядом еще одно изображение – это какие ноты люди слышали основными. То есть, глядя на это, можно понять, что нужно искать что-то с преобладающими морскими нотами, морскими, цитрусовыми, древесными. То есть эти три ноты самые заметные в этом аромате. И дальше, конечно, потребуется определенное знание нашего ароматического портфолио для того, чтобы подобрать. Ну, как минимум, можно также ориентироваться на цвет флакона. «Мидсаммер» был прозрачный. Можно выбирать что-то прозрачное, либо бледно-голубое. Это тоже будет направление однозначно свежих цитрусовых ароматов с морскими нотами. Четыре совпадения по нотам есть у «Мидсаммер» с ароматом «Иксайт». И по три совпадения в нотах есть с ароматами «Экла», «Спорт», «Флеймбоэнд», «Прайв» и «С8», ну, уже ушедший. Тоже можно, собственно, понимать, что если будут спрашивать замену «С8», то можно предлагать вот эти три оставшихся варианта, они тоже будут плюс-минус в направлении свежих с морскими нотами ароматов. Вот такая методология подбора. Как работать с консультантами? Вы знаете, что для взрослых всегда интересно, когда мы предлагаем какую-то викторину или какие-то игровые моменты используем. И это может быть викторина, состоящая из вопросов по нашей парфюмерной линейке. То есть таким образом можно повышать продуктовую грамотность в ваших структурах. Что можно спрашивать за небольшие призы? Можно дарить пробники, можно какие-то небольшие подарочки, там специальные смягчающие средства, какие-то кремы для рук, то, чем вы можете, чем богаты. Например, какие могут быть вопросы? Узнайте аромат по дизайну флакона. То есть какой аромат повторяет изгиб женского тела? Дивайн. Какой аромат по своей форме напоминает искорку огня, летящую в ночное небо? Энигма. Как бы очень романтический вопрос и романтический загадочный аромат. Какой флакон, какого аромата напоминает обкатанную морем гальку? Это эльви. Про эльви также можно спросить, какой аромат посвящен скандинавскому мифологическому существу, обитающему в лесах Скандинавии. Это опять же будет эльви. То есть если это люди... Вопросы могут быть не только по названиям. Это могут быть такие вопросы, что какие средства по уходу за лицом и телом выпускаются в поддержку ароматов? Это знают все. Даже не обязательно быть на таком парфюмере Арифлейм, что есть и крема для тела, кремы, и гель для душа, и мыло с аналогичным ароматом. И дезодоранты, дезодоранты-спреи, дезодоранты-антипреспиранты. Можно спросить очередность, правильный порядок от самой маленькой процентовки до самой большой парфюмерных средств. То есть от одеколона, затем туалетная вода, затем парфюмерная вода, затем духи. Можно спросить рекомендацию по нанесению парфюма. Вы наверняка сами знаете, что рекомендуют наносить на области пульса, куда кровь близко подходит. И с толчками крови парфюмерная композиция раскрывается и образуя вокруг нас такой ароматический кокон. И поэтому, если мы наносим за ушки, у нас вот такой маленький кокон. Наносим в еремную впадинку чуть больше, как бы скафандр. Наносим на руки, пока мы жестикулируем, наш кокон увеличивается. Наносим подколенную впадинку еще, и получается, что у нас вокруг тела вот такой вот нежный кокон из аромата, который мы для себя выбрали. Лучшая рекомендация принадлежит Коко Шанель, которая говорила, что аромат нужно наносить туда, где мы хотим получить поцелуй. За эту цитату, я думаю, должен быть главный приз, какой-то, может быть, аромат, которым вы хотите наградить участника вашей викторины. Ну и еще несколько советов, а точнее ответов на самые распространенные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Что правильно? Сначала одеться, а затем нанести аромат. Или наоборот, рекомендуют парфюмеры наносить на обнаженное тело. Почему? Потому что, когда парфюм соприкасается с кожей, происходит настоящая химическая реакция. То есть получается не аромат, который мы слышим из флакона, а наш индивидуальный аромат, потому что происходит смешение нашего природного запаха с ароматом из ароматической композиции, которую мы наносим из флакона. То есть аромат согревается, становится живее, теплее. То есть этот эффект невозможно получить, распыляя духи над одеждой. И еще один момент, что в состав парфюмерии входят эфирные масла, которые могут оставлять пятна на одежде. Именно поэтому лучшая рекомендация, когда вы находитесь в нижнем белье, распылите над собой несколько пшиков любимого парфюма, чтобы он микроскопическими просто капельками опустился на вашу кожу и волосы. И тогда аромат будет очень нежным и доставит вам только удовольствие. Следующий вопрос распространенный. Какие запахи любят мужчины? Также, как есть одноименный фильм «Чего хотят женщины?», это всегда интересует мужчин. Нас всегда интересует, что же нравится мужчинам, какой аромат выбрать, чтобы привлекать мужчин. Здесь надо сказать, что мужчины воспринимают ароматы ассоциативно. Поэтому если вы дарите мужчине парфюм, обставьте это очень красиво, очень романтично, чтобы он, когда будет открывать этот флакон, каждый раз нанося его, вспоминал эту обстановку. То есть ассоциации у него возникали, удовольствие, хорошего настроения, любви, которой вы его окружаете. То есть парфюм понравится мужчине, если воскрешает в его памяти какие-то приятные моменты. Например, если он пахнет, не знаю, специями, а вы до этого были в Индии. Если пахнет ванилью, мужчина сладкоежка, гурман, любит выпечку. Не должны пахнуть парфюмы, например, бабушкиной пудрой. Это как бы такая минусовая ассоциация. Все остальное – фрукты, цветы, сладкие восточные ноты. Все это будет привлекательно для мужчин. То есть самый распространенный выбор мужчины – это цветочно-фруктовые ароматы для теплого времени года. Они романтичные, они съедобные, нежные, женственные. Для холодного времени года у мужчин хуже обоняния. Они не услышат легкие цитрусовые композиции. Поэтому такие тягучие, восточные, как пахлава или как мед, вот они будут востребованы и будут заметны для мужчин, если вы будете их использовать. Следующий распространенный вопрос – почему одинаковые ароматы по-разному ощущаются на разных людях? Потому что есть понятие химия кожи, она у всех индивидуальна. Потому что на то, как звучит аромат на нас, влияет наш гормональный фон. Беременность очень сильно меняет запах кожи и меняет наши предпочтения в аромате. Прием лекарств, диета, даже употребление чеснока в пищу будет менять химию нашей кожи и звучание парфюма на нас. Именно поэтому даже один и тот же флакон, нанесенный, например, на двух подруг, будет давать абсолютно разное звучание аромата, потому что у каждого из нас, как я уже сказала, абсолютно индивидуальная химия кожи. То есть получается свой собственный парфюм, не похожий ни на какой другой. И в завершение еще один вопрос. Может ли так случиться, что я перестану чувствовать аромат на себе? Тоже распространенная ситуация, когда клиент говорит, что парфюм стал не тот. Часто мы это слышим. Или аромат стал не тот. Много лет выходит, и, видимо, другого качества стал хуже. Мы это слышим часто, потому что я перестал его ощущать. То есть это нормально. Такое может быть. То есть есть люди, обоняние которых уже через 3-4 минуты после нанесения духов перестает их улавливать и распознавать. Большинству все-таки везет больше, и мы перестаем чувствовать аромат через несколько часов его нахождения на нашем теле и одежде. Что, как с этим бороться? Во-первых, первый сигнал, потому что вы используете слишком много аромата, то есть это защитная система, когда мы перестаем воспринимать сильные запахи, организм воспринимает их как опасные потенциально для нас. И поэтому выход – это либо наносить меньшее количество парфюма, либо освежать его для того, чтобы слышать его, если для вас это психологически важно. Вот такие советы. Используйте обязательно эту категорию в своей работе с методом девичников или каких-то встреч, потому что это эмоции, это психология. Это очень интересно и очень прибыльно, потому что гарантированно наши парфюмы имеют высокие баллы бонуса, и можно получать хорошую немедленную торговую прибыль. И вы будете рады, видя прекрасное настроение, которое получают наши клиенты, приобретая наш замечательный парфюм.